И Бэйн улетит, и... Ну нет, но они оба от меня. Они оба сбиваются, соответственно. Они же ченнелем, весь каталочек отходит. Ну вот так, для Бэйна это неприятно. Бессмастер, в принципе, пофигу. Я думаю, что Бессмастер не особо обломается. Застанем сам себя, если он застанет Эмбера. Я же вот то же самое говорю. Бессмастеру, по большому счету, все равно. Главное, застанет ключевую цель и посмотреть, как эту ключевую цель твоей кэри разрежут. А вот Виктор Виверна может немножко испортить всю ситуацию. В драке порой бывает... Ультанув в себя. Но там пару раз бывали моменты, когда Винтер Виверна ультила в Лотос, и в итоге там такое начиналось. Все начинали бить Виверну, никто не двигается. Не, ну это забавно, как Виверне дается дына, если ее убивают под ее же ультой. Забавная ситуация. Хлоп-у-байт брать тоже опасно, Тим Секрет. Вот эти все ультимейты. Любой блинк и... Ну есть Верка, Верка. Как В... Тут все герои. И этой стратой вообще не разу. Хотя мы проиграли. Ой-ой-ой, какие проблемы у Evil Genius'а, кажется, присутствуют. Ну вообще... У Evil Genius'а есть план на игру. Есть. Наверное, с прошлой игры тоже был план. В этот раз, на самом деле, как-то мне еще больше нравится у Секрта. Все. Ну просто опять это история. Я не очень понимаю. Я, может быть, что-то действительно не понимаю. Но как ты хочешь заканчивать игру против команды, которая умеет играть? А это, очевидно, Тим Секрет, умеет играть. Если у них есть вот столько героев, которые спамят, Эмбер Спирит, который под магнотавром, который рано или поздно застанет кого-нибудь, там, хотя бы две цели, убьет всю твою команду в Лайзе. Ты не сможешь закончить, ты сможешь прижать врага, может быть, да, но закончить ты не сможешь. Ты будешь так же долбиться в этот, в Тир-3, там, но Эмбер Спирит будет так же фармить, он губит так же рапиру и так же тебя убьет. Да, банят Яга, собственно, аппарата. Ну, сейчас, может быть, и вилл. Ну, он бы хорошо действительно подошел здесь с Тим Секретом. Ну, да. Опять ты просто ручки не хочешь убить эту рампу как раз. Только есть этот Джаггер, да, и если там... Вот он, вот он, бог игры Сумаил. Вот это поинтереснее, потому что теперь хотя бы понятно, как можно драку выиграть. Понятно, кто будет за этим гоняться, за этим Эмбером, за ним должен гоняться Шторм, но, как мы уже ответили, сильно дорого сейчас это. И сейчас стоять против Эрочки очень будет тяжело Сумаилу. Слушай, у него скидки есть. Сумаила в свое время, когда не было так дорого, такое ощущение, что скидки были. То, что он на 500 маны умудрялся двух героев убить. Я видел личное... Да, он идеально знал рейндж полета, знал, где Солринг прожать, где Боттл подпить, и все получалось. Ну, что, это, похоже, Баунти Хантер Ласт Пик. Я не знаю, о чем они думают. Нет, ну, это не Баунти Хантер, нужен был рейндж саппорт. Нужен герой для Пупе и... Баунти Хантер. Ну, ладно. Ну, что, Хайкард Сикрет против Evil Geniuses. Без лишних слов передаю слово нашим комментаторам. Спасибо, Вань. Ну, что же, Сумаил на шторме. Я даже не знаю, что сказать. Да, ЕГЭ совсем решили уйти в контроль, как правильно отмечали наши аналитики, потому что тут все пробивает БКБ, ну, кроме Шторма Спирита, в принципе. Ну, значит, БКВ никто не покупать не будет, просто пойдет, снесут, просто сейчас собачьи. Вот, вот, вот. И сейчас опять Сикретом действительно разрешили взять все, что они хотели. Они этим набором героев, ну, там, пятый персонаж меняется периодически, там, Дизраптор, они выигрывали... Нет, Дизраптор здесь идеальный. Количество раз, и все герои их герои. Магнус, Мизери, Пайлайдай, Тусик, вот, собственно, все-все-все идет по накатанной. Виха со своей VR-кой. Идеальный... Довольный Пупей сидит. Ну, и ЕГЭ. Ну, Пупейрат он свою, своих героев, скажем так, получил. Да-да, дали-дали его героев. Ну, ЕГЭ, с другой стороны, тоже, мне кажется, не особо-то опечаливались тем, что происходит. Мы тоже играли какую-то свою игру во время пика, и получилось. Зал, а вы пока не видите, вы, то есть, на камерашотах, которые у вас имеются, вам кажется, что тут немного людей, но по сравнению с прошлым, тут действительно уже много людей. Уже, уже действительно много. Второй ярус, третий уже наполовину заполняется, да. Ну, и первый уже почти полный. Уже весело, намного веселее. Ну, тоже. Очередь сегодня была. Да, да. Артизи на Джиггернауте. Сумаил. На ком же вы, на ком же еще? На Шторме. А, слушай, у него там нету какого-то гема, какое-то там количество дэмэджа, не? Боулайтник дэмэдж, ты посмотри просто. Эээ, да. Один миллион семьсот двадцать на тысяча, семьсот пятьдесят семь дэмэджа он выдал. Ну, частенько играет, наверное. Один миллион семьсот тысяч дэмэджа, боулайтник, что? Ну, я же говорю, что сейчас. А, если возьмем в среднем, там, пусть, если даже каждую игру он невероятно круто делает и тридцатку выдает, так подели. Миллион семьсот на тридцать тысяч. Много. Я не поленюсь, я пойду поделю. Да. Да, тридцатка это в общем, а не боулайтнингом. Но мы прикинем, что он только боулайтнингом домашен. Ну, двадцатку, допустим. Допустим, двадцатку. Берем миллион семьсот и делим на двадцать тысяч. Это получается, ну, всего восемьдесят пять игр, что ли? Я не понял. В смысле? Лол? Двадцать тысяч на пять это сто тысяч, двадцать тысяч на пятьдесят это миллион, да. Ну, опять-таки, тут же боулайтнинг дэмэдж, а... Да, сдулась наша строта. Чуть миллион семьсот не так и много. Так, ну, собственно, ладно. У команды Сиклет, Пупей, мы будем, мы видим, будет сайт-мейдинг на Диазрапторе, Виха, Виндрейнджер, Мизери, Магнус, Пайлайдай на топе на тусике, ну и, естественно, Этернал Энви вновь на Эмбер Спирите. Ну, все, как и предсказывали наши аналитики, очень четко разобрались в Пике Сиклет, в принципе, все логично. Ой, Пупей. Ну, очень интересная стадия лейнинга, во-первых, потому что Пупей нет, но Питер, Петя Клинков, его прогоняет весьма эффективно. Да, Пипеди надоело то, что он подписывается Пипеди, решил он подписываться просто Питер Даггер с именем, фамилией, ближе к спорту хочет перейти, чтобы вот в спорте что, нет уж никнеймов у людей, правильно? Называется по имени и фамилии, нормально, так что эти тут... У них и формы такие спортивные. Ну, да-да-да, у ЕГЭ как бы... Такие хоккейно-футбольные. Да, было бы прикольно, чтобы там написано было Клинтон Люмис, там, Артур Бапаевский, Джеки Мао, нормально, че? Так бы и называли их. Ну, все-таки компьютерные игры, есть в этом свой лоск в этих никнеймах. Мизри, 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 Юниверс отвозит, Мизри Бутли, Шоквейв, да, не попадает Шоквейвом, да, ладно! Даже этот Юниверс, как он размансил, просто невероятно. За ним еще Крип-гонница, говорит, сюда, иди. Сначала размансил невероятно Мизри, остался супер-лоу-ХП, а потом очень четко сыграл Юниверс. Ну и тут битва двух флейнеров, конечно, тоже очень интересная. Мне вообще очень нравится то, что на линиях придумали ЕГЭ, с этим Бэйном Джаггернаутом в сложной. Хорошо стоит Джаггер, хорошо бьет Крипцов, у него там 6 на 4. Да, у Этернала Энви все вроде бы тоже неплохо, но пока навредить, мы видим, они друг другу не особо могут. Хотя с левелом все изменится. Ну, тяжелее тут Энви, конечно же, стоит, и пока, мы видим, не может подойти к Крипам особо. А Пайлайдай на тусике первого лаэта, ну, не такой уж и сильно помощник. Тут, тем более, мне еще и ППД Смита на топ перетягивается, и на топе возникает такая вот импровизированная, даже, я бы сказал, трипла от команды Evil Genius. Ну, да, обычно когда три героя, то примерно так ее и кличут. Но вообще, слишком много сил концентрируют для того, чтобы защемить Энви, парни из ЕГЭ. Не знаю, достойный ли выбор они делают, потому что можно этими суппортами гонять не только топ. Хотя в миде пока Сумаил стоит хорошо, 10-5 против 12 на 4, но там тоже не так верно было, так что ничего удивительного. Ну, ладно. Просто Верка от Вихи, это же... Это Виверна от Вихи... Ой, я говорю Виверна, это Виндрейнджер от Вихи. Это же... Это само собой, но я так понимаю, что ребята в курсе, что Сумаил сам разберется, то что, может, он им сказал, типа, ребят, все, занимайтесь своими делами, я тут разрулю. И они действительно занимаются. Пока трипла на триплу, но, знаешь, если нападать будут, то и у одних, и у других все может быть немного хуже, хотя у ЕГЭ больше подсейва, естественно. Я думаю, нападать здесь не будут ни одни, ни другие, я думаю, Сигритом вообще нападать нельзя, разве что кто-то слишком близко подставится. ЕГЭ могут напасть, ЕГЭ могут напасть на Дизраптора совершенно легко и просто. Могут, могут, но будет шарик. Ну, в любом случае, да, будет весело. Любая атака здесь будет веселая. Я думаю, что, скорее всего, какая-то первая атака будет после прилета либо Юниверса, либо Мизери, потому что у тех шестые левела не так уж и далеко. И кто-то из них, в принципе, спокойно может прийти так же, как и Сумаил, может получить шестой левел и моментально полететь на ТП, на топ. Там, как бы, от Т1 Тавра, вот от этого лететь, маны ему явно хватит, несмотря на то, что проезд подорожал сейчас в общественном транспорте под названием Боллайтнинг, скажем так. Ну, все равно можно лететь. Ну, вот прилетает пока Боттл. Мы идем вновь на центр. Уихи Боттл как раз пустой. Но вот появляется руна. И верхнюю руну отжимает Фир. Да, находит он эта иллюзия. И забирает ее. Ну, Сумаил отправляет Курьера на базу. Решил не уделять внимания нижней руне, потому что видел, что Мизери ее забрал. Ну, и пока три линии, в принципе, если судить по Крепсату, выигрывает Evil Genius. Немного, но выигрывает 23 на 6 у Юниверса, 20 на 9 у Сумейла, 18 на 7 у Фира, ой, извините, у Артизи. То есть более-менее неплохо все сейчас. А еще Лес пармит здесь Артизи вместе с Фиром, вместе с Пепеди. Очень-очень хорошо в этом плане. Там в миде нападают у нас на Сумаила, но он к этому моменту уже успел получить уровень 6. Вот только-только. И сразу же улетает на фуллману. Ну, вот сейчас он без маны вообще. Не, ну Боттл уже едет назад. Он заранее тогда его отправил. Сразу же выпил и отправил на базу. А, ну, значит, хорошо. Значит, все по плану. Ну и что, шестой ЛВЛа снизу Мизери. Юниверса. Пятый пока. А у Мизери, ну, тоже пятый пока. Мидимбанка есть у одного и второго. Друг друга тут напрягают, ребята. Убить не могут. Пока. Юниверс чуть раньше получит свой шестой. Поэтому Мизери нужно быть совсем осторожным. Он просто поймает сейчас Праймл Урор в лицо и может умереть. Хотя... Да, да, да. Вот он. Вот он есть. Ну, там кабаны нету. Там маны есть. Мана есть. Ну, типа, да. Второго левела кабаны... Второго левела топоры и третий кабан может быть проблема. Мизери. Поэтому надо быть им очень здесь осторожным. Что Юниверс может щелкнуть. Слушай, а к Мизери идет помощь. И очень по таймингу Тусик может сюда прийти во время с шестым левелом Магнуса. И могут на Юниверс напасть на топе. На топе Фир. Так, немножко тут Артизи сейчас еще побили. Ой, поставился Пупей и святый бакет АНВ. Офигенно он все сделал. Ну, вот я и говорил про нападение на Дизраптора. И реально Пупей там сейчас должен был умирать. Вот в 99% случаев. Но этот 1%. 1% это не 0%. Так что он сработал. Смотри, как четко все снизу сейчас будет. Мизери забирает руну. Ходит сюда. Пайлайдай вместе с катом. Катывается 6-й левел. РП. Шарды. И это фраг. Но, есть один минус. Никого нет. В этом тоже есть свои недостатки. В том, что никого нет. Страта сразу же накрылась. Бэйн все еще не победим. Это мы знаем. Интересно, кстати, было у левого спрошу. Как часто в этом патче на ланах, и не только на ланах, появлялся Шторм? И какой у него винрей? Ну, я думаю, что после того, как даже ЕГЭ отказались от Шторм Спирита. Да, но на ланах я его не помню, если честно. На Мажоре его точно не было. На Наньянге его не было. На Нью-Йорк, по-моему, его тоже не было. Не помню по поводу MLG, потому что MLG мне не получилось смотреть. И был ли там. Вот мне просто очень интересно узнать, насколько часто появлялся этот герой. Да, но пока смотри, седьмая минута. Счет 0-0. Все очень ровно. Просто нереально ровно. Никто никого не убивает. Мы видим, очень осторожно играет Бистмастер. Отправляется дальше фармить. Но вот сейчас, возможно, БМ будут забирать. Да, знает он уже все четко. У него птица висит. Он все прекрасно видит. Он видит, что стоит здесь Пайлайдай. Ну и что ты ему сделаешь? Ему ничего не сделать. Юниверс тут готов стоять. Если что, готов там прилететь какой-то Бэйн будет в любой момент. Даже если бы это так, либо Вегерна. Или, кстати, зайдет в спину Бэйн. Ой, как четко вижу сейчас Пайлайдай. Проблемы у него будут, если есть еще одно ТП. Пайлайдай, спит. Пошел Юниверс. Наорал на Пайлайдай. Обрывается штук Спирит. Это ФБ блестящий. Птичка. Я не знаю. Неужели Сикрет забыли про то, что у Бистмастера действительно есть птица. Про то, что он может все сам подозревать. Но сам флан от ЕГ, он выглядел очень качественно. То есть тут немножко недооценили противника Сикрет. Что очень много времени там Тускар ставил на одном месте. Совсем забыл. Но это было бы уже абсолютно очевидно, что так происходит. Ой, у меня слэш на Энви. Это минус. Энви на ТОПе. Вот это уже вроде бы мелкая ошибка. Но к каким последствиям она приводит. И без того плохо себя ощущающий Эмбер. Сейчас еще и отдают фраг своему главному сопернику. Да, линии пока ЕГ выигрывают. И Шторм Спирит. Мы идем в миде проигрывать совсем немножечко. Но Шторм Спирит сделает фраг. Дважды был на ланах, дважды проиграл. В онлайне 8 игр, 6 побед. Но вы понимаете, да? Ну да. Да, 30% винрейт такси. На ланах 0. Ну да. Но кто еще может этому товарищу исправить винрейт, если не Сумаил? Больше, я думаю, никто. Сейчас могут еще Виху немного напрягать. Но хотя это же Сумаиловский Шторм. У него нет Вортекса. Так что подтягивать нечего. Мы забыли. Вообще забыли уже про героя этого. А про этого героя без Вортекса так подавно забыли. Годы идут. Сумаил не меняется. Горели, горели все знатно. Ладно, у нас еще один выход. Тут Сикрит в этот раз уже в смоке. Говорят, так, в прошлый раз у нас птица спалила. Кстати, наткнутся они на Фира и убьют его. Да. И Фир и... Ну, надо же убить, наверное, и нет. Потому что еще Фир всех хочет убить. Они думают, что он здесь не один. Видимо, да. Ну, Глимса ниже его убей. Они подумают, что... Да, ну, там Глимс с первого уровня. А из миди проблема у Вихи. Наорали на него. Шторм врывается. Вортекса у него нету, мы знаем. Поэтому ничего не происходит. И Сумаил, кажется, уйдет отсюда. Да, пытается улететь. И улетает. А Маны-то нету. А Маны-то нету. И отлично. Фир играет. Хорошо Пакет Аглову одевает. Мизери в итоге нападает дальше на Этернал Энги. Виверда хорошо пробивает. Будут еще товары. Это минус. Эмбер Спирит. Еще и Мизери цепляют. Вынужден уезжать отсюда. Их отдал Шекел, связал Пипеди, но надо уходить. И это 3-0. И опять-таки, получается, шикарно заманили. Фир очень все качественно сделал. А усыпил вовремя Мизери. Вот Фир реально зарешал. Потому что Мизери уже был готов входить в драку. Но вот эти несколько секунд выигранных... Он как раз проспал смерть Эмбер Спирита в итоге. Если бы он дал РП, в итоге Мизери так и не дал РП. Очень он хотел это сделать. Въехать, дать РП в одного, в двух. Не важно. Любого. Чтобы сделать фраг. Сейчас даже один фраг, он очень важен. Даже если это фраг на суппорте. Но в итоге не сделал. Мизери ничего в драке. Не дали ему возможности этого сделать. Да. Очередные руны. Сбирает на топе Эмбер Спирит иллюзию внизу. Руна достается Артизи. Это баунти рунка, естественно. Ну и идет он фармить. Ну, Артур 57 на 12 имеет самый большой нетворс у него на карте. Выигрывает он немножечко у Вихи. 400 голды. Ну и мы видим, что Шторм рядом с Вихой тоже находится. Ну и Дьюниверс обогнал Магнуса. Но очень огромные проблемы у Эмбера. 2-300 нетворса пока у Энви. И тут явно не стоит ожидать БФ на 23-й минуте после тревелов, как мы видим. У нас была такая игра не так давно. Кажется, вот у Агрессива он тоже очень сильно старался. И команда тоже очень сильно старалась. Но после того, как загнобили на линии этого Эмбер Спирита, ему просто не хватило времени выкарабкаться из такой ситуации. Ну, поглядим. ЕГЭ как раз один из тех коллективов, которые умеют качественно сноуболить, умеют качественно реализовывать начальное преимущество, даже которое там несколько тысяч, там 2-3 тысячи. Вот как раз они 3 тысячи сейчас голды ведут. Так что поглядим, как будут ЕГЭ справляться с этой ситуацией. Вернее, как справляться будут с Сикрет. Потому что ЕГЭ пока все делают ровно. Сумаил уже очень много нафармил. 4200 у него суммарный нетворс. И тысячи голды сейчас на руках, вот после Пауэр Трэдс. Достаточно серьезная заявка. Интересно, а что будет выходить? Либо Бладстоун первым артефактом, либо Орхид. Орхид вообще выглядит очень классно здесь. Да, Орхид шикарный. Против Эмбера. Против ФРКи, против Эмбера, против Дизраптора, против Магнуса. Вообще, на кого не нападит и всегда... При Артур Сультом видит Пайлайдая. Понимает, что Пайлайдая прыгать не самая крутая идея. Потому что всегда есть сноубол и не влетает никого. Артизи тратит время на поиски жертвы для себя. Никого не находит. Кстати, Бродсворд купил Артизи. Будет делать сходу себе Баттл Фьюри. Интересный билд. Ну, в последнее время устоявшийся уже, скажем, билд. Просто потому, что ты лучше фармишь. У тебя постоянно регенится ХП, постоянно регенится мана. У тебя хороший склэш. Сумаила могут поймать, Сумаила могут поймать. Сумаил, Шейкл не связывает его. И Сумаил улетает еще и закрывает Сумаила. И все-таки улетает он сейчас. Ну, нормально, нормально, видим. Не особо рисковал. Там еще глимс был от кого-то, а Пупей ее вернул Фира. Подальше отсюда. Ну, и Пупей жив. В итоге мы видим, драка ничем не закончилась. Ну, фу. Сумаила на ману развели. Сумаил так-то и не особо тайпил. И универс кричит на Виху. И сейчас будет раскруточка от Артурки. Артурка крутится, крутится. И не хватает маны на Умнислэш. Шторм, зря. И про Мизери! Да ладно, но Сумаил. Но Сумаил без маны. Сумаил без маны. Можно с ним драться. Сумаил явно без маны. Нужна хэлпа. Пошла куста. Верна, Курсву. Сумаил едва живой умирает Сумаил. Ну, что ж ты делаешь, Сумаил? Не хватает. 30 маны у Артизи до Умнислэша. Какая жалость. И Фир еще умрет. Да, Фир тоже будет умирать. Гонит его Энви. Отличные чины. Естественно, фраг. Боже, какая грубейшая ошибка от команды ЕГЭ. Ну, слишком, да, переоценили свои силы. Вот этот рыв Сумаила на Фулману. Он был бы оправдан, если бы у Джигернаута оказался Умнислэш. Если бы команда за ним пошла вся. Пошли бы все. Все было маны. Там еще Курса была. Просто в пятером бы пошли. Там был бы хороший размен. Там уже все закончилось. Там Бисмастер уже все дал. Бейн все дал. Ну, слишком, слишком затратно прошло по ресурсам начало драки. И в итоге, наконец, просто не хватило. Ну, в итоге Биха. Опять-таки супер качественно все сделал. Убегает от товарища Джигернаута. В итоге дает шикарную свячку. Купи! Вортекс уже есть. Во-во-во-во. Сумаил Вортекс на девятом. Что, слабину дал, что ли? Да, мог бы плюсик качнуть. Или четыре ремина. Да, ну, вообще хорошо. Все получилось в итоге. Качественный фрак. Ну, Пупей тоже ворды хотел поставить. Ну, хитрый Пупей. Ну, Пупей. Дефолтный Пупей. Кстати, сейчас Виверна находит еще и Сентряк. Очень вовремя его ломает. Окей. Ну, в мини, кстати, вышка пушится. На руне. Питер Даггер получает шекел, расстреливает Виха. Хватит вид дэмэджа. Должен быть еще пауэршот. Питер Даггер на пауэршот. И успеет ли это куда-то увернуться? Нет, конечно. Нет, конечно. Он тут тяжело в узком проходе уворачивается. Если убежишь назад, тебя Вейерка просто загонит, даст тебе еще одну плюху и не увернешься. То просто поймаешь пауэршот. 2-0-1 Виха, топ-1 Этворс. Обходит он немножечко Сумаила и так далее. Ну, все очень хорошо у него. Не, ну, вообще Секрет очень серьезно разводили обстановку. Весьма накалившуюся за последних нескольких минут. С тем, что дали Эмберу немного пространства. Он уже имеет 4100. Хотя не так давно у него там две с лишним только было. Да, да. И догоняет понемножечку он всех остальных, мы видим. То есть, ну, не отстает, да, по деньгам. ЕГЭ все еще впереди. Все еще 2500 они ведут. 1800 экспириенса, но вот дали слабину немножко и тут же Team Secret пользуется этим. Ну, вот в этой игре, в отличие от прошлой, есть у ЕГЭ чем драться. И в сертинии, и в лейте, и в глубочайшем лейте они тоже очень сильны. Потому что очень много контроля и очень хорошие герои. Ну, тот же Шторм Спирит может быть весьма качественным, эффективным против героев типа Виндрейджер и Эмбер Спирит. Ловить можно качественно. Ну, естественно, Джаггернаут. Также крайне мощный персонаж. Ну, Энви, тем временем, фармит лес. И получается у него это хорошо. Опять-таки, будет выходить в тревелап первым архефактом. Абсолютно верное решение. Мизери до блинка 500. Это хорошо. Виха до Аганима 1500. Здесь бисмастер с блинком уже 10-й левел. Джаггернаут что-то остановился фарму артизи так серьезно. И Джаггернауту еще... Или есть у него уже персеверанс? Нет, персеверанса нету. Ну, значит, у Джаггернаута все не очень хорошо, скажем так. Нет, у него аквилов и зы. Это уже большое количество денег. И таки будет делать Сумаил Орхид. Да, Орхид классный. Орхид тут мы уже обсуждали. Очень-очень крут. Ну, сейчас прилетает он на центр. Я так понимаю, там уже много стаки ему сделали. Да, действительно, есть два стака больших крипчиков. И с третьим ремнантом качественно он их подфармливает. Сумаил. Ну, скоро, скоро совсем уже будет второй Обливион Став. Одиннадцатый уровень уже есть. Так, ну и видим, ЕГЭ не хотят особо драться. Почему ЕГЭ? Гоу-гоу-гоу. Ну, хотя боятся Магнуса, скорее всего, причем Магнус. Когда они пойдут, у Магнуса блинк будет. А Магнус, да, Магнус к этому моменту уже будет иметь блинк. Будет уже намного тяжелее воевать. Ну и что, команды сойдутся на выходе в лейт, таком неформальном. Типа да, давайте будем разбираться после тридцатой. Сейчас неинтересно, ну, не знаю. Вот ЕГЭ все-таки решили предпринять попытку выхода. Появляется бутсов тревел у Этернала Энви. Ну вот Магнус тут тем временем фармит блинк и поймали его. На ралли блинка по-прежнему нету Мизери. Может он умереть, очень нехороший момент. Мизери и дал Энвиз. Включил Энвиз, точнее, но не успел дать РП, потому что умер Энви. Энви и два живая пытается уйти. Дал Сирингчейнс, пытается улететь. Есть реминант, уходит на Пупея. Напали, Пупея тоже убили. Отлично, ЕГЭ, отличный смок. Да, смок хороший. Вообще могли еще Энви здесь забрать. Энви тоже очень сильно подстрял. У него там в Виверна засандалила Эмитер Скёрса, Сплинтер Бласт. В итоге там реминант еле-еле передвигался. И мог он остаться с этой стороны хайграунда. Да. Его могли действительно забрать за компанию. 2220 голды было у Магнуса. В итоге мы видим, что откладывает Даггер. Осталось ему добить одного крипа. Он стоял спокойно фармил. Но сейчас бы он уже с Даггером вышел из таверны. Взьюзил бы смок, пошел бы кого-то убил. А так еще идти, какого-то там крипчика добивать. Потом ждать, пока тебе прилетит Даггер. Это там полторы минуты времени. Да, да, да. Действительно выигрывают довольно немало времени этим своим мувом парней из ЕГЭ. Ну и что будет делать дальше? Team Secret. Потому что сейчас ЕГЭ оторвались уже около 5 тысяч. У Secret план будет ровно такой же, как и в прошлой игре. Ну я понял. То есть один в один. А ЕГЭ нужно что-то менять. Это напоминает игру, когда играли, скажи мне, я тебе скажу, кто. ЕГЭ против LGD, кажется. Вчера? Да, когда ЕГЭ две игры по третий взяли один и тот же пик. И при этом они просто исполнили его по-разному. И поэтому результат был, соответственно, разный. То есть в одной игре они победили, в другой проиграли. Но вот сейчас примерно схожая ситуация. Потому что у Secret'а все то же самое, только VR-ка добавилась. А вот у ЕГЭ добавилось немного контроля. То есть они уже изначально решили этим способом действовать. И ЕГЭ нужно постараться выиграть. Ну и вот у Orchid. 1849. И вот теперь будет веселуха от Сумаила. 5 тысяч голды ведут ЕГЭ. И преимущество, в принципе, в их руках. И вот надо им как-то... Преимущество, я бы сказал, в руках Сумаила. Именно не конкретно номинальное вот эти 200 золота на Drain Ranger, а в плане динамики. Потому что сейчас этот шторм с Orchid'ом это просто ходячая смерть для Ember Spirit'а, для Magnus'а, для Дизраптора. Это просто крест-крест, череп-гроб. И я не знаю, нужно очень сильно прятаться со Secret'ом. Они должны понимать, что такой шторм сейчас всех убивают. Да, Secret'а, мы поняли, что им надо очень долго прятаться здесь в этой игре. Ну хотя будет уже боевым через 20 голды виха с Аганимом на 20-ой. Ну для него это даже не тайминг. Так, ну да, Аганим на 20-ой, ну окей. Ну есть деньги у Payl'Aid'а, этим временем, также на Аркантатке, да, вот. На Аганим и Аркантатке сейчас все Payl'Aid'а перенесет отсюда. E-Energy Booster. Так, ну вот Аганим есть, хорошо. Выходит с Макей, сейчас Secret'а, Мизери и Пупи идут нападать на Питера Дайгера. Проблема в том, что тут еще и Артизия есть рядышком, у него второго уровня он не слэш. Но если тригги, три-четыре героя, это не важно. Но Пупи, он на самом деле, даже если он просто по Пупи с Мизери распрыгается, там поумирают люди. Там есть уже Battle Fury, да, есть, есть, есть. Ну тогда это проблема. Пупи будет пытаться кого-то глимпсонуть. Надо ему Vision, вот он Vision есть у Пупи. Аганим знает, что вот здесь где-то бегает Fear, видит вот птичку. Все очень хорошо видят сейчас Secret'ы. Спал с них смоук и минус птичка просто. Да, птицу тоже сбивает, но должны догадываться сейчас EG. Ой-ой-ой, там просто прыгает сейчас Сумаил на Плайдай. Сразу живой. РП мимо, все мимо Сумаила просто спасает Пупей. Боже мой, что за хрень? Мизери второй РП мимо в этой игре. Ого, Secret'ы. Я понимаю, нервы сейчас у команд просто невероятные. В прошлой игре все начиналось ровно так же, поэтому волноваться пока рано. Там тоже Виха пару раз на бока порил, но собрался со временем. Ни в коем случае нельзя на Виху езать глимпс. Ни в коем случае надо... Не на Виху, извините, на Сумаила. Надо всегда ставить ультимейт. И только так там Рошан. И понимаешь, что нету РП. И Шекл Сумаила заставляет улететь. Эмбер связал Юниверса. Пытаются, правда, сейчас как-то раскатить. Но нашивать будут сильно здесь Secret'ы с Лонгренжей. И будут дальше нашивать. Там с ДД Виха. Виха с ДД. Во-первых, Виха с ДД. Вот это, кстати, кажется, спугнуло только что ЕГЭ. Проблема в том, что статик шторма не было. Вот это вдохновляло злогини на то, чтобы подраться прямо сейчас. Ни РП, ни статик шторма. Почему бы и нет? Да, очень-очень классно можно было провести замес. Но Сигрид очень грамотно задоджили. Они просто подбрасывались вот на подойдня. Сумаил, ну, побоялся. Побоялся. И нет у него маны, и Эмбер будет его гнать. Ну да, очень мало маны. И проблемы сейчас у Сумаила. Проблемы огромные у Сумаила. Но до него может не доехать просто Сумаил. Тут же Мизери, Шоквей будет, и это минус. Да, да, да. Доехал, доехал действительно Сноуболч. Солринг появляется у Сумаила. Понимает, что с маной проблемы очень серьезные сейчас у него. Вот, блин, вот он Штормспирит нового поколения. Да. Явно видно, что этот герой не настолько хорош, как был раньше. Именно герой. Не, ну, скажем прямо, с Олринг раньше собирался именно до этих целей. Но я имею в виду все равно видно, что дороже, баллайтинг стоит дороже. Ну, понятно, как бы циферку-то подняли немного. Я вот не помню, на сколько там его поменяли, но... На самом деле подняли бы там процентов на 15 или на 20, но... Этого хватает. Это да, этого в итоге хватило. Ой-ой, там Курьера чуть не убил у нас Этернал Энви и улетает отсюда. Этернал Энви 1400. Да, 23 минута, БЭПа пока нет, будет на 27-28. Ну, ничего страшного. Дарапир времени еще много. Там Виху в миде убили. Ой, да ладно. Да. Вот это вот обидно, через Крик и ульт Фира. А вот это вот обидно. Первый Энекра, то, что Виха умирает в соло, это очень обидно для химии. И поэтому первый Энекра плавно переходит во вторые, потому что если вышку сейчас заберут, у Юниверса уже будет там 1100 голды. Отвечать просто нечем, поэтому вышку, конечно же, здесь отдадут Team Secret. У Бэйна, мы видим, появилась Клаака, есть тоже Сол Ринг. То есть, вот, Бэйн неплох. Ну, и Артур еще зафармит чужой стаканчик. Ой, как это хорошего для ЭГЭ. Санжин Яшу забирает Артизи, либо Монту, посмотрим, что это будет. Вообще, БКБ тут будет неплохо, на самом деле. Потому что все вот эти Шеклы, Чины, Статик Шторн, Кинотик Филд, эти Тускары, вкатывающиеся очень сильно, очень много спама. Артур бить. Так, секрет. Мизери отпрыгивает от Артизи. Артизи уже поднимал саблю, уже собирался прыгать. Артизи, кстати, можно здесь убить. Он очень битый. Артизи раскручивается, прошивает. Надо гнать. Надо гнать. Будет Глимс в любом случае. Будет Глимс на Артура. Будет Глимс на Артура. Мизери. Где Глимс? Давай, 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 попей. Вот он, Глимс Артура. И Артура за Шеклили убили. Да, очень хорошо все получилось. Очень хорошая анимация этого Шекла. Быстро летит, поэтому не успел распрыгаться. А теперь без Артура Рошана. Придется отдавать ЕГЭ. Да, вот в узком проходе как раз Сикрет дерутся очень качественно. За счет Дизраптора и Магнуса, конечно. Поэтому ЕГЭ тут не сильно боится. Ну нельзя, ЕГЭ сюда идти, ну нельзя. Ну Фир, что ж ты делаешь? Получается, Ричейнс Фир получает прострел. Ну что, будет весь Курса. Так, вот она Курса. Магнус увозит Фира. Нормально. Нарали, кстати, очень битый. У нас Виха могут его убить. Виха включает Миндран. Убегает и какой Сауэллит. За купеем по двоим, по Фиру и по Сумаилу. Сумаилу надо расстрелять. Они просто избивают. Просто сгорают. Виха получает еще одну плюху от PPD, но выживает. Тут же Юниверс стоит на пригорке, наблюдает за тем, что здесь происходит. Эмби разобернулся. И тут же Юниверс. И тут же Юниверс. И тут же Юниверс. Юниверс. Не, не, не Эмби, извините. Юниверс. И это Тимбайп. Это Тимбайп. Это Триплкил для Этернал Эмби. Ай-яй-яй-яй. Зачем же вы, зачем же вы без Артурки-то в бой пошли? Ох, не знаю. Только что в зале кто-то кричал Na'Vi. Это типичный. Типичный лан последнего времени, когда две китайские команды играть. И после такой гробовой тишины, после какого-то провального пайта кто-то Na'Vi. Na'Vi. И потом на него весь сектор такой смотрит, типа, братан, ты ничего не перепутал. Да, конечно, драка просто отвратительная для злых гениев. Да, казалось бы, хорошая была курса. Более-менее. Хорошая была курса. Да и нет урона. Вот в чем дело. Нет же Гернаута. Некому выписывать этот терребл-терребл дэмбдж. Ну, вы посмотрите на график. Вот он. Был 6 тысяч. Посидели в таверне. Сейчас он пойдет где-то до 2 500 по XP. С 6 тысяч уже даже там до полторы упал. Некро 2 появляется. Как же не вовремя поумирали парни из The World Geniuses. Ну, как же байтанули-то их. Заманили секреты на Рошана. Ну, вот, например, смерть Юниверса, она была абсолютно необязательна. Потому что он... Причем он же был уже далеко, и он решил, прыгну я. Впрыгну. Я же могу. У меня же бинк есть. Юниверс, да. Юниверс, он просто уже ничего не мог сделать. А вот на бихо. И надо бежать. Надо бежать. Надо бежать. Артур здесь. Отбегать пошел этот статик шторм. Но не получилось у него это сделать. Мизорис, РП. Ну, вот, вот. Как-то вязко-вязко. ЕГЭ действует. Нет былой прыти. Не знаю, состарились что ли? Видишь, у них такой был, они в этой игре шли, 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 шли. И тут вот так, по лицу просто щелкнули, так, серьезно. И куда же вы идете? Ну, ребят, ну, куда вы идете? Там же РП, да. Не думайте, что статик шторма, ничего страшного. Но РП-ш там по-прежнему есть. Но хотя РП без статик шторма, это такая штука. Вот Эдвижн здесь у нас в уфе, ха. Там Шторм готов залетать. Они залетают. Ловят, кажется, сейчас Энви. Есть. Виху, виху, виху. О, Энви не засадились или Энви просто пешком уходит? Там есть Винтерскерс по-прежнему. И полетели в Питера Даггера. Питера Даггера убили. Рошан падает. Нет, отжали отсюда всех. А теперь без PPD, ребят, драться-то опять-таки не стоит. Опять, ну, практически все есть. Хорошо, статик шторма нет, но это не суть важна. Если будет качественный реверс-порядки, то оттуда не уйдет. А Рошан почти, почти, почти умер. И скоро будет, да, статик шторм. 27 секунд осталось. Пока появится Питер Даггер, будет уже статик шторм. Пока он сюда дойдет, он точно будет. И Рошана забирает секреты. Боже, как же, как же круто они играют. Пупей, 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 Пупей пришел умирать. Да ладно? Топорфик на Пупей. Пошел ультимейт. И Пупей погибает. Артисий останется здесь. Шторм рвается в спину Пайлайдая. Сцепляет Пайлайдая. Пайлайдая убили. Сумаил едва живой. Там наорали у нас на Мизери. Убили Сумаила. Мизери спреет ли ультануть. Мизери поднимает Витра. Вихо сэндрит оттуда. Как? Да, Мизери умирает, конечно, но Вихо. Кабан переключается на Виху. Нет, Кабан переключается на Виху. Вихо понимает, что у него проблемы. Тут же Вивердо. Вивердо будет ли спринцев? У вас был, но не проходит. Дамаг еще отоплюжа по Вихе. У Вихи две жизни. У Вихи две жизни, не забывая. Пошли Некрошейкл. Да ладно? Вот она первая жизнь потрачена. Хорошо. Тут же Бейн. Бейн с Найдмаром. Энви без маны. Кстати, Вихо с блинка. Питера Даггера с руки убить. Курса. Курса просто, чтобы спастись. Вихо должен убить Питера Даггера. Ну, надо прошить его. Связали Фира. Фира поймали. У него тоже нет мана. У него будут пять стиков через одну секунду. Шекл очередной через Некрономикона. Да сколько это будет продолжаться? Я не знаю. И Виверно тоже падает. Минус четыре вновь этим секрет. Я не знаю, сколько это будет продолжаться. И Оз Фрох, плиз. Вот, боже, это... Ну, понимаете, это Вихо и его Виндрэнджер. Но вот мы знаем, что будут эти Шеклы. Мы знаем, что они будут невероятными. Все знают, но они в каждой игре все равно есть. Энви тем временем с нейтралом отдастся здесь. Будет очень весело. Ладно, иллюзии помогают ему в итоге. Все-таки выживет здесь Энви, наверное. Блингдагер у Энви. Да, да, да. Эмбер Спирит на первом месте по Нетворца. Это тот Эмбер, которого достаточно серьезно добили вначале. Виндрэнджер на Магнусе цепляет в том среднем 103 героя заказ. Это третий с конца результат. Да, причем, знаешь, я вот помню, когда приводили подобную статистику по ульту Апаришина, то, что там 0.9, точнее 1.1 показатель с ульта Апаришина, это самый высокий показатель типа на просто-целе. Мизери или Амбер? Не-не-не, это у Лила, кажется, или что у кого-то. И то, но ты понимаешь, что аппаратом почему так мало, типа 1.1? Ты по хребам много даешь. Да, да, ты линии отпушиваешь, спамишь, Рошанов проверяешь. А ты 1.3 на Магнусе. Да, тут ты всегда даешь героев, всегда. Тебе, ну подожди, в этой игре пока Мизери дал 2 РП в землю и 1 РП в одного артизи, то есть у него пока 0.3 результат. Ну да, да. Ну вот, корень человека 2 РП, да, отсюда берется стата эта. Так, ну что, пытаются ЕГЭ дальше переставать. По деньгам Сикреты уже впереди, по Экспе тоже впереди. Уже обогнали и Энви, мы понимаем, что в Лейте как ни крути, все равно будет слабее, там тем временем наорали на Пупея. Никро, третий врывается, спрятали его, Пупея все еще живой. РП опять Молокот, Мизери, РП Молокот, Сумаила увезли. Ничего страшного, пошел ультимейт от Артизи. Все живы, кроме двух героев команды Сикрет. И курса, замечательная, Мизери умирает, Энви умирает. Блестяще. Минус 4. Мизери руинер. Да, Мизери пока руинит игру. И это понятно, это забей. 3 РП в Молоко, но это просто забей. То есть я все понимаю, но 3 РП в Молоко, это... Но он пытался поймать Шторма. Тебя даже Пупея не вытащит. Да, он пытался поймать Шторма, но Шторм улетел, как-то иногда бывает, вернее всегда. И да, РП просто ушло в никуда. Шикарная позиция была от Юниверса, сверху он начинал, быстро наорал на самого проблемного на данный момент для Эго Героя. Это на Дизраптора, ультимейта Дизраптора нету, поймать Шторма почти невозможно. Мизери ультует Молоко, ну а дальше вы понимаете делать техники. Ну и минус 4. Да, плюс Артизи хорошо распрыгался, там было видно, что количество даймоджа в этом плотном замесе он внес просто невероятное. Ну и опять, вот, показал ты графики, опять все возвращается на круги своя. 5 тысяч, все, что так долго отрабатывали Сикреты, только что было проиграно опять. Нет, ну и Сикреты в принципе тоже легко, достаточно отыграли, там, ну, за 2-3 минуты, потому что ЕГЭ немного на пароле боков. Но я смотрю суммарно настроение у Сикрета пока... Ты посмотри на Мизери. Я Мизери смотрю, да, да. Вот у всех, кроме Мизери, довольное лицо. Ну, Мизери сам прекрасно понимает, что игрок достаточно опытный, он понимает, что играет не лучшим образом, и нужно просто не впасть вот в этот тилт и не начинать вообще фигню творить. Что, Виха в прошлой игре справился? Да, Вихе было просто ужасное начало, просто невероятно ужасное начало, но потом Виха действительно начал выбираться из этой ямы и отыграл шикарно. Более-менее нормальные РП были, плюс даже наши аналитики замечали то, что Магнусом при том пике противника было играть немного неудобно. Все вот эти горелки, которые тебе постоянно блинки сбивают, эти аксы прыгающие на тебе на голову. Да, много милишников, это круто. И в итоге Магнус действительно постоянно там в одного, в двух всегда залетало, РП... Ну, да. Ну, попытаться всю игру ловить Армана РП, блин, братан, он тупо моложе тебя, он тупо быстрее кликает. Тем более он же играет квик-костами на этом герое, и там забей, там надо одну кнопку нажимаешь, ты летаешь, все. Не надо ничего выдумывать. Нажал G или что там, Квер, наверное, R нажал, да? И полетел. И полетел, все. Туда, где твоя мышка. И это очень просто делать. Ну что же, смотрим дальше. 31-ая минута игры, 16-14. Счет в пользу Evil Genesis на данный момент. Ну и по деньгам они ведут 6 тысяч. Боже, они тупо все вернули за один балл. Да, да, просто все. Конкретно до того момента вернулись, который был. Ну, вообще, БКБ покупает себе Артизию. Весьма интересный артефакт. И я говорил про то, что БКБ тут нужно. Да, да, да. Ну, я говорю, слишком много спама вот этого. Понятно, что РП пробивает, то, что Эмбер бьет, то, что ВР ка бьет. Ну и плюс ультимейт Дезраптора тоже жидко неприятно. Вот, вот, просто кроме всего того, что бьет, есть еще куча всего того, от чего ты избавляешься. Это действительно, кинетик филд, статик шторм, всякие шуф-вейвы, увозы, шаклшоты, врывы на тебя тусиков. То есть, ну, все это очень неплохо контриться. Пупей в спину, первый бежит, зря. Почему Пупей бежит первый, находит ППД, ППД понимает, прыгает Магнус, ну, сделай хоть что-то мизери пространство. И опять распрыжка от Джаггернаута, просто минус два, одной кнопкой. Минус, по-дай, так же он умирает, поймали Виху, Виха тоже умирает, и это почти химбай. Браво! Сикрет идут нападать, но не нападают в итоге. Опять вопрос Магнусу. Да, Магнус мне дал РП, он зашел и моментально умер. Куда ты лезешь? Ну, иди со спины, пусть там даже тот же Дизраптор умрет, но ты стянешь пару физиономий. Тем более, он зашел, там было два или даже три человека, которых он мог стянуть. Он мог, причем он зашел в них, но надо было нажать кнопку, он бы их стянул. А здесь 40 секунд без Вики, там Эмбер! Там убивают Эмбера? Выжил. Боже мой, как? Еле-еле живой уходит Тейл. Но стороной это минус сторона. Смотри, у него нет телепортера, в смысле, у него солдар нет. Слушай, это даже не одна сторона. Не, одна, одна, одна. Ты уверен? Да, да, да. Там 27 секунд, ну... Да, одну сторону точно заберут, появляется Сэм Джиньяша, так же еще у Артизи. Да, забирают один из бараков. И делают паут. Да, да, ну просто уходят. Очень сеймо, Магнус. Глимпсонули, кстати, Юниверс, он успевает сделать блинкаут. Замечательно. Иии... Он будет побить, будет побить, и победит. С Магнус есть. На этот раз Мизер играет четко. И Юниверс, Юниверс, до сих пор живой. Юниверс, Юниверс, и вот он, РФ, вынужден потратить. Потому что он убил бы Милу, ну он реально убил бы Пуфея. И это было бы очень неприятно. Тут за Юниверсом насыпят, кстати, очень немало денег. 1800 и 2200 экспириенс. И уже 10 тысяч голды ведут ЕГЭ. И уже 7500 экспы ведут ЕГЭ. И нету мидового барака у команды Секрет. Но напомню, что в прошлой игре было точно так же. Но нет, не совсем так же. В прошлой игре у ЕГЭ не было лейта. В этой игре он есть. Есть лейт, есть чем ловить Эмбера и Верку. И вот это ключевое вообще отличие предыдущего матча от текущей карты. Потому что просто есть Юверна с Курсой, которая Верку контрит просто на всех фронтах. И есть Бисмастер, Бэйн. Неважно, есть БКБ или нет БКБ у Эмбера. Есть линки под БКБ. Неважно, хотя бы один из кастов доберется до него. А этого будет достаточно. Так, ну что же, пропушили нижнюю линию, забрали Т1 здесь Секреты. ЕГЭ спокойненько формят Чужой Лес. Вот Артизия этим занимается. 6-2-5 пока у Артура Стата. Энди на топе. Энди прыгает на бой на очень больную феру. Ну, приятного мало, конечно. Ну, Тавр снизу, Т2, Виха. Пока без войны. Ну, вот это Артур здесь. И его обратно отправляют. Артур говорит, лады. Пойду, он базу поломаю. Пойду в барак снизу у нас такое дело. Действительно. Сами просили. Ну, и все, это минус линия. Целиком, полностью. Добиваю аренджевой барак. Ну, Т2-100 снизу забрали. Ну, в принципе, аренджевой барак небольшая проблема. Я думаю, рано или поздно он все равно бы упал. Ну, и мне нравится Golden Heroic Effigy Eternal Envy. Я юзлес просто. Да, да, я тоже смотрю сейчас эти статуи. Ну, раз юзлес, так юзлес. Так будут ловить Артура. Срезали надо Артуру БКБ. Пытается его развести. На БКБ. Есть ветра. Будут ли дальше? Артур. Артур. Есть РП. Ну, БКБ еще нету. Бьют его в раскрутке. Это минус Артур. Нажал бы БКБ сделать... Так он и так в вертушке все делал. То есть, там, без разницы, БКБ или вертушка. В принципе, кофик, да. Просто хватило демиджа, чтобы убить. Да, да, да. Ну, фокус фаер, все дела. Ну, вот глупая еще одна смерть. 2200 голды, 2500 экспы. Заработали сейчас опять не секреты. У Энда 4 ксаря на руках. Лол вообще. Да, это чуть ли не треть преимущества, которое есть вообще у ЕГЭ. Ну, ладно, не треть. Там уже 12 тысяч голды. 7500 экспы. Но все равно нельзя вот так вот погибать. Внезапно забежали на Рошанов пятером, а там его нет. Беда. Так, ну и что? Должны отступать без джиггернаута. Уже наученные горьким опытом в ЕГЭ. Не должны драться без него. У Сумейла, кстати, тоже 3300. Интересно, на что потратит он эти деньги. Вариантов, мне кажется, тут в принципе два. Да, либо Бладстоун, либо Хекс. Бладстоун просто хорош, потому что статов больше тебя не так быстро убивают. И, ну, Монопул, естественно, больше прыгаешь дольше. Но Хекс тоже выглядит качественно, потому что с Монопулом история поминала. Вдруг в какой-то момент оказывается, что контроля все-таки мало. Ну, типа того. Да, контроля мало вообще не бывает. То есть ты там на сколько Хексов больше не собери, и это всегда будет тебе только в плюс. Очень мало ситуаций, когда это будет во вред тебе идти. Тем более на Геройный Интеллект это еще и урон лишний. Ну да, почему бы и нет. Ну что, Энви 5 тысяч. Энви надо бы, наверное, уже Дейдаус покупать, или он сразу в рапиру пойти. Ну, Митл Фирер и рапиру, в прошлой игре, в принципе, напродавал кучу хлама. Нафига вообще этот хлам тогда покупать? 5200. Энви надо, надо бы выходить уже понемножечку в хво-дэмэдж, потому что пока дэмэджа у Энви, понятное дело, мало. 19 тавел есть. Ну и Рошана очень хотят также Evil Geniuses. БКБ купил себе Виха. Да, залетает тут Сигильчик, проверяет Рошана. Сигильчик это тоже видят ребята из ЕГЭ. Тут Кабан, Птица, очень много разведки у Радиентов. Так, ну Артизис, только лады ему нужно на Байбэ, кстати. Будет очень неловко, если не сможет он выкупаться. Нападают. Ой, как неприятно, Пайлайдай в секунде умирает. Тут Сайленс в никуда проюзан, цепнули Мизери и еще один минус. В. Вижн. Вижн, действительно. Ну, Юниверсумер, правда. Очень простой вард стоит вообще здесь. Вот стандартный, скажем, вард на ступеньках. Правда, он иногда ставится чуть глубже, но тут вообще без разницы. Центрик, Шепфер, Тек, ну на случай, если вдруг... Да, да, если... Не знаю, зачем, если честно. Ну, мало ли, вдруг у них там тоже есть вард. То есть, и вдруг они как раз ждали, поэтому... Ну, тут Рошана заберут, опять-таки понимают, что без двух героев вряд ли что-либо будет делать Сикрет. И это Аэгис, это две жизни. Хотя, Фир вынужден отсюда улетать. Ну, Рошан все равно пойдет. Крибчики на топе, их много, можно пофармить малость, хотя бы и на вам такое себе удовольствие. Пока у ЕГЭ все очень хорошо, но, блин, мы видим, они тоже ошибаются. И их могут сразу. Сразу. Слушай, ну вы шутили, шутили, а тут Барси... Я реально шутил. Это все шутили. Энви. Энви. И улетает моментально. Энви решил, короче, лучше сразу играть третью игру. Ну, что париться-то, правильно? Ну, это очень странное решение, скажем, откровенно. Я очень редко говорю, что Энви просто хочет стать супергероем. Если он выиграет эту игру, он станет супергероем. Да, если вдруг каким-то образом получится у Сикридов здесь выиграть, я не знаю, мне кажется, что... Но Энви будет супергероем, все просто. Да, 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 ты тут другому не скажешь? Все забудут про Артизи, сума... Просто будет Энви. И все. Энви, напомним, что тоже, как бы, в своей... жизни еще ничего толком не выиграл, кроме MLG, да? Ну, и в этом году там тоже выиграл MLG. И на Янт, имеется в виду, ни Мажоров, ни Интернешнл. Ничего какого у него не было еще. Были третьи, были вторые места. Так что Энви тоже хочется выиграть. И вот он хочет выиграть еще не просто, он хочет выиграть со стилем. Тут Артизи с блинком, и стиль может накрыться, потому что сейчас он может тупо прыгнуть на голову Энверу. Да, злота нету в этой игре, не стоит забывать. И как бы, а Эгиса тоже нету. Неужели решил Энви, что вот прямо сейчас пойдет ЕГЭ заканчивать? Да нет, ЕГЭ не хотят сейчас прям заканчивать. Ну, они знают, что слишком готовые секреты к этому заходу. Просто все с антрями затыкали, от птицы отбились, все сделали как нужно. И отступает, действительно, ЕГЭ. Ну что же, Этернула Энви. Ну, крипов, конечно, с одного фистау набивают, это понятно. Если где-то еще и подставится, Петя Даггер его тоже больно может ударить. Мы уже видели, как Фира разочек больно ударила. Но без критов, на самом деле, совсем не тот эффект. Это полная хрень. Ну, 500 атаки, стабильных 500 атаки, они не позволят тебе убить всю команду, неожиданно. Нужны криты, нужны криты, это однозначно. Надо было начинать в любом случае с Дейдалуса, а Рапира потом. Ну, ладно, решили. Не, крипов фармит вообще, да, замечательно, действительно, 550 дамеджа, но, опять же, ты не сможешь заберстить команду качественно. Диффюзуал Блейд появляется тем временем зачем-то. Ну, снимать что? Ну, гасты, гасты, гасты. Гасты, там есть какой-то гос, что ли? Ну, будут, будут, рано или поздно будут защищаться. По сути, во-первых, у Пупеи есть гос, да. А, во-вторых, ну, диффуза это такая себе замена башеру, если что. Ну, фактически, ну, такая себе левая замена. Не, ну, ты просто, ты догоняешь героев. То есть, башер тебе позволяет никого не отпускать, тут у тебя тоже есть такой себе подконтроль. Ну, враг там что-то двигается, куда-то мечется, но ты все равно его режешь. Плюс, опять же, гос снимать. Очень важно. Так, ну что, Т, риталор, по чуть-чуть бьет его Сумейл. Мы видим, Бладстоун действительно у него появился. Да, ковыряют, вышка пока на топе. Отлично! Мама дорогая, как это было больно. И сейчас еще раз надо убивать Сумейла. Здесь в любом случае Сумейл включает БКБ. Пытается полететь дальше. Энви в ультимейте. Энви ультимейт заканчивается. Энви уходит отсюда. Надо улетать, надо улетать. Минус Бэйл. Мизери. Ну вот, нажал одну кнопку качественно. И ультимейт Бэйна потраченный в Энви. Энви не смогли спокусить. Минус Артизи. Минус Аэгис. Минус Бэйн. И Петя Даггер вынужден отсюда бежать. Питер Даггер. Да все, все вынуждены бежать, безусловно. Но потому что Джаггерон вообще ничего не сделал. То есть абсолютно не был он готов к тому, что их вот так вот разорвут. А это значит, что у Эмбера 2 700. Это значит, что до Дейдалуса осталось вообще всего ничего. Да, но мы видим, что Джаггер против Эмбера до 40 минут 14-3 в пользу Джаггера. 40-53-3, 50+. А что это? И Эмби отдал Раперу, да? Да, да. Да нет, нет, еще нет, еще нет, еще нет. Да ладно, неужели он уйдет? И находит! Как он это сделал? Драк это продолжается, Бих это продолжает драться. Там Юниверс убили. И, кстати, убьют его. Боже, Эмби. Боже, Эмби. Я просто аж прыгаю на стуле, когда смотрю это. На 30 хитах ушел. От скольких там? От трех героев, блядь, четырех. И зал скадирует Эмби. Нет, уже секрет. Сикрет, секрет, секрет. Боже, ну... И у него появляется Кристалис. Ну, сейчас уже любой крит уже очень больно. Боже, если он выиграет эту игру... Это и так что-то невероятное. Привет, Эмберы первым артефактом Рапира? Я не знаю, но это... Нет, нет, не выиграй эту игру, я хочу поиграть в доту. Ты понимаешь, даже я, когда даже... Я всегда прошу, я всегда говорю, что... Все плохие, надо сразу собирать Рапиру, нафиг вы собираете разную фигню. Но когда даже я говорю, что нет, братан, не надо тут Рапиру. Это что-то это значит, наверное, а он просто берет Рапиру и... Ну, он просто отбитый. Но он реально был уже дважды в миллисекунде от проигранной игры. Ну, он как-то живет, да ладно, Шейкл, боже, это Питер Даггер. Боже, что они делают? И не могут ничего делать ЕГЭ, потому что постоянно кто-то из них сидит в таверне. Да, они постоянно в меньшинстве, то есть начинается драка всегда с того, что... 8 тысяч денег уже отыграли и 10 тысяч экспы уже отыграли. О, Энви сейчас опять может дать фисты команде ЕГЭ. Энви дает таких фисты, что мама, не горюй, просто... Слейтс от фист, конечно же. Ну да, если бы вы понимали, о чем вы. Наорали, на Виху, пошел ультимейт Джаггера, Виху спрятали, Энви, Энви должен умереть. Но в этот раз-то должен, да, и Рапирал Сумаила! Энви опять здесь, погоди, ГГ, тут сейчас... Нет, 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 Сумаил, 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 слушай, какие плюхи! А вот он просто разрывает, говорит, иди сюда, мой сладкий дуболех. Да, кидается Орхид, Энви горит, и это минус. И Сумаил, 3 700 в руках, Рапиросик, говорит, поехали, Шторм Спирит, 500 атаки. Не так-то все просто, и просто в трон пойдет сейчас Юниверс вместе с тиммейтами. 90 секунд не будет Энви, зная, что нет байбэка, хотят они вытащить байбэка со всех остальных. Да, 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 со всех остальных вытащить байбэка, не понимаешь, что Рапира у Шторма. И тут просто Т4, 2, 3 байбэка, а не важно, в принципе, это не важно. Прыгает Миха, проезжает мимо Мизери, сейчас придет Сумаил, ребят, сейчас придет Сумаил. Сейчас что-то прилетит, а Шторм уже здесь, у него там 14 зарядов в латтоне. Ой-ой-ой, Фир, связали, вот он Шторм, прыгает на Виху, понимает, что того не убить, убивает Мизери, без тайбэка Мизери. Купей тоже погибает прямо сейчас, вот так вот спуржили продать Туромер. Туро убили, юниорсы тоже здесь прогонят. Ничего страшного, юниорсы не прогонят. И вот она курса в Виху, Виха в таверну, Пайлайдай тут. Даже Энви героем не стал. Да, Гоу Гейм, 1-1. Это феноменальная серия, ребят, это просто феноменальная серия. Папчики спасены, друзья, папчики спасены. Не будет Энверов с первым артефактом. Ну, действительно, наказали за дерзость. И, знаешь, если... Он почти перевернул, он почти перевернул эту игру. С 12 тысяч до 2 все вернулось. И если бы вот в этот момент, когда они полетели уже типа... Если бы они развернулись и отошли все-таки, они продолжили вот это... Я думаю, все же...